Здравствуйте, товарищи! Сегодня у нас первая глава второй книги науки логики. Приступаем к диалектическому закону отрицание-отрицание. Будем брать бытие из первой книги и отрицать его во второй книге. Но не просто отрицать, а отрицать с удержанием. Отметая все пустое и неважное, оставляя при этом самое главное – суть рассматриваемого предмета. Сущность. Истинное бытие – это сущность, то есть такое бытие, которое не абстрактно, а реально существующее. Но сущность появляется в результате движения и отрицания бытия. Ведь когда разум хочет познать истину, то он пытается докопаться до сути вопроса, до сущности явления. Берем яблоко. Оно реально существует. Если мы хотим изучить его, познать, чем яблоко отличает от остальных фруктов, то мы не должны отвлекаться на такие мелочи, как цвет кожуры или количество семян внутри плода. Мы должны отринуть маловажные признаки и ухватить его главную суть. Несущественное – это внешне видимое бытие, лишенное внутренней сущности. А существование – это простое разница с собой, получаемое из отрицания бытия. Когда мы готовим яблочный пирог, то нам важно внутреннее содержание яблока, то есть его мякоть. Какого цвета будут яблоки – это не самое важное. Какая разница между красным и зеленым яблоком? Ведь в пирог желательно добавлять яблоки, очищенные от кожуры. Более того, из яблока желательно изъять все семена вместе с огрызком. Тем самым мы отрицаем яблоко, висящее на дереве, и берем только его суть, то есть мякоть плода, пригодную для употребления. С одной стороны, бытие и его сущность едины между собой, так как они есть одно и то же. А с другой стороны, они противоположны, ведь сущность является снятым бытием. Яблоко, как плод на дереве, яблоко, как начинка для пирога – это одно и то же яблоко. Но при этом целое яблоко и его мякоть не одно и то же. Они противоположны. Ведь яблочная мякоть отрицает цельный фрукт и берет только его суть, пригодную для приготовления еды. Видимость – это явление идеализма, которое отражает лишь несущественное в сущности его внешнюю сторону. Из чего проистекают две категории – есть и существует. Есть – это когда имеется видимость, а существует – это когда за видимостью скрыто внутреннее движение. Так, пластиковое яблоко внешне похоже на настоящее яблоко. С первого взгляда может привидеться, что оно натуральное. Но это только внешняя форма – видимость для глаз. Приготовить из такого яблока пирог не удастся, ведь не существует сути яблока – начинки для пирога. Поэтому яблоко вроде как есть, по крайней мере на вид, но оно не существует для пирога. Нельзя из такого яблока приготовить продукт питания. Как между собой отличаются настоящие и искусственные яблок, также отличаются категории есть и существуют. Рефлексия – это самодвижение сущности. То же самое, что внешняя видимость, но отчужденная от своей непосредственности. Непосредственность – это лишь равенство с собой, отрицание с отрицанием. В сущности есть рефлексия, но не как простое отражение, как движение к самому себе, от ничто к ничто. Разобрав яблоко на составляющие в первой книге, во второй книге мы отбросим все лишнее, все внешнее разнообразие яблок. В нашем сознании отражается только суть яблока. Для определения яблока как яблока нам достаточно только его контура или карандашного наброска. Мы отрицаем конкретно яблоко зеленого цвета и сохраняем в своей голове только его мысленное отражение, которое дано непосредственно своей сущности, которое можно перенести на любое другое яблоко, любого другого цвета. Виды рефлексии. Рефлексия может быть полагающая, ну или непосредственная. А еще бывает внешняя, ну или определенная. Первая начинается с ничто, а вторая сбытия. Их единство дает третью рефлексию, определяющую. Из единства с внешней рефлексией выводится еще одна категория – положенность, то есть соотношение со своим инобытием в самом себе. Так в нашем сознании накапливаются образы яблок. Одни яблоки мы видим еще совсем зелеными и недозрелыми, другие уже сгнившие или засушенные. Но все вместе они дают нам картину того, каким должно быть настоящее яблоко, каким ему полагается быть. Приходя в магазин, вы выбираете именно те яблоки, которые с вашей точки зрения выглядят как положено выглядеть настоящим яблоком. Причем выглядеть не только на внешний вид, но и внутренне. Мы проверяем фрукт на упругость, проверяем его на запах. Соответствует ли этот запах и его упругость нашему представлению о правильном спелом яблоке. Точка. Спасибо за внимание.